Всем добра, любители ужастиков. Под роликом про финал кастинга Фрэнка Стоуна посыпались вопросы и уточнения. Значит, надо проверить и ответить. Много вопросов было про кулон. Сувениров прошлых жертв, которые могут стать защитными талисманами для своих родителей. Напомню, что если кулон забирает Стэн и его Фрэнк не съедает первым, то парень может попытаться переиграть призрака. Идея, как вы понимаете, беспонтовая. Стоп, стоп. Ладно. Ладно. Хочешь это? Напомню. Блин. Второй вариант, когда кулон у Крис. Сувениров прошлых жертв, которые могут стать защитными талисманами для своих хозяев. Что это? Я думаю, он принадлежал одной из жертв Фрэнка Стоуна. Фрэнк Стоун, который маньяк? Да. Знаешь, я умею обращаться с ценными вещицами. Может мне его, ну типа... Он мне не принадлежит, но я его сохраню. Девушка пытается пройти через экран, чтобы вернуться в свое время. Вот блин. Но проклятый кулон просто сжигает ее. Если кулона у Крис нет, но в лавке она вместе с камерой прихватила зеркальце, уникальная вещь. Ручная работа. На удачу. Может пригодится в качестве реквизита? Конечно. По рукам. Чудесно. То умрет Крис от зеркала. А вот что будет, если у Крис и зеркальце, и кулон? А-а-а, спасибо, но я, пожалуй, пас. А ничего необычного. Зеркало имеет приоритет над кулоном. Видимо, более мощная магия. Если же кулон у Мэдисон, то ее может загипнотизировать Августина, чтобы отправить в пасть Фрэнка. Но тут есть одно «но». Я же говорил, что алкоголь – это зло. Ну, в больших количествах, по крайней мере. Игра это подтверждает. Гипноз срабатывает только в том случае, если во время первой встречи с Августиной Мэдди решила махнуть за знакомство и расслабиться. Тогда вновь предлагаю вам выпить, раз знакомство состоялось. Конечно. Да, мне тоже, что пьет, Стэн. Прошу. Спасибо. Ты окей? Да, хотя ничего. Если она отказывается от выпивки, то гипноз работать не будет. Нет, спасибо. Точно? Очень жаль. Я подтверждаю. Да, у меня проблемы с выпивкой и полетами. Но спасибо. К сожалению, этого облома нам не покажут, потому что Августина даже пытаться не станет. Причем не только в кинозале, но и в комнате с часами. Кулон одноразовый и загипнотизировать Мэдди Августина может только один раз. Или в кинозале, или у часов. Я могу избавить тебя от кошмаров. Я заставлю их исчезнуть. Всю эту боль. Всю беду. Скоро. Просто позволь мне это сделать. Надо хорошо подумать. Иди-ка ты нахер. Что ж, мне очень жаль тебя. Чушь собачья. Но если Мэдисон трезвенница, то это спасет ей жизнь. Ну не жизнь, за жизнь надо будет еще побороться, но от прочистки мозгов избавит. Пока перепроходил последние главы, чтоб наверняка соблюсти все условия экспериментов, появилась идея еще одного опыта. Сэм в катакомбах встречает призрака Фрэнка. И может победить его с помощью камеры, ну или помереть. А что, если попробовать убежать? Соберись, Сэм. Ну же. Ради них. Догонит ли призрак шерифа? Я встретил Фрэнка, развернулся и бросился назад. Но далеко уйти не получилось. Так что не пытайтесь даже. Ну и последний момент, про который интересовались мои подписчики. Связана ли сцена с видениями в лесу с событиями в 80-х? Я последние главы проходил несколько сумбурно и у меня все время в этих видениях появлялся Сэм. Другие герои менялись, а шериф был всегда. Вот я и решил, что это не доделка разработчиков. Но потом создал вариант заново, когда в 80-х выживают только Роберт и Линда. И в видениях тоже остались только они вдвоем. Так что тут на разработчиков гнать не стоит, этот момент они продумали. Ого. У меня крыша едет или это... Это точно хорошая идея? Нет. Но узнать точно можно только так. А нам нужно знать, правда? Да. Да. Окей. Этого не было. Все было иначе. Оно там, да. Что с ней делаем? А, ну, разрежем ее, каждый возьмет по куску, а потом сделаем все, чтобы они никогда не воссоединились. Раз такова цена, ну, значит, такова цена. Может, это перебор? Нет. Нет, именно это предложил бы мой папа. Будь он здесь. Кто возьмет третий кусок? Я кого-нибудь найду. Значит, мы будем жить дальше? Будто ничего и не было. Конечно, будет много вопросов. А мы ничего не знаем. Правда, интересно другое. Линда говорит, что для третьего кусочка пленки она найдет кого-нибудь. Но кого? Бонни мертва. Крис и Хайма тоже. Сэм погиб. Кому она планировала передать третий кусок, если они договорились никому ни о чем не рассказывать? И зачем вообще делить на три части? Вопросов больше, чем ответов. Ну, и на этом всем добра, мои милые любители киношек. Увидимся в следующих видео про Фрэнка Стоуна. Фрэнка Стоуна.